Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог, и, как правило, все мои влоги начинаются с того, что я просто собираю постель. Когда я была в деревне, мне осуществили доставку от тему, поэтому сегодня мы сходим к моему брату, заберем эту посылку и откроем с вами вместе. Я просто попросила спуститься Альбину и забрать мою посылку. А это все мы привезли из деревни, и вчера, когда я только приехала, сразу должна была это все передать тете. Но, к сожалению, в этот день моя тетя была не в Абакуа, она отдыхала, поэтому, к сожалению, передать ей не получилось, поэтому пришлось поднять все это дело наверх. Она сказала, что приедет через два дня, а если два дня это все бы осталось бы в машине, естественно, было бы в ужасном состоянии. Орешки и половина кизеля это ее, а из нашей части мы, пожалуй, будем делать варенье, потому что варенье получается безумно просто вкусное. Собирали мы с мамой это самостоятельно, встали в семь, пока не выглянуло солнышко, пошли в соседний огород и все это дело собрали. И сейчас я думаю, почему в этот момент я не снимала для вас влог. Еще, кстати, насчет Твикса, некоторые в комментариях писали, как он и как его болячка. Замечательно, он выздоровел, но просто после деревни всегда бывает безумно уставший, как будто все дела в деревне делал исключительно он. Ну и вот, наконец-то, наша посылочка, и наверняка у вас опять возникнет вопрос, зачем столько всего заказывать и все дела. Если вы помните, одно время очень много всего заказывала с Тренд Йол, а потом подняли цену доставки. Все товары, без исключения, которые я заказываю, я с удовольствием использую. Так что вообще не переживайте. Многие меня исправляют и говорят тему, но у нас говорят тему, поэтому я привыкла и называю именно так это приложение. Я обожаю здесь микросумочки, они очень крутого качества бывают, а в эту сумку я просто влюбилась. Посмотрите на нее, она стоит всего 8 долларов. Артикул я вам прикрепляю, по этому артикулу вы можете найти этот товар. Кстати, на него почти не было отзывов, я решила рискнуть. И посмотрите, какая милая сумочка. Внизу под видео я вам оставлю ссылку на скачивание приложений. Если вы скачаете по моей ссылке, то вы получите пакет купона. В размере около 100 долларов, но в зависимости от страны этот купон варьирует. Также, если вы сразу после скачивания приложений сделаете заказ, в течение 24 часов у вас есть возможность использовать промокод мой. Он сейчас на вашем экране, также я его оставлю в описании под видео. Заказала себе термос, потому что давненько он мне был нужен. Хотела сразу два взять, один розовый, другой черный, но потом решила для опробы сначала взять один. Я вам в видео говорила о том, что я в один период в проявлении принимал ракутам, и после этого у меня очень сильно сохнут губы. Подобные бальзамы я заказывала с Трэн Йоу, но заказывала их гораздо дороже, чем они продаются на тему, поэтому я решила взять себе на запас. Где-то ориентировочно в полтора месяца один бальзам у меня точно расходуется, поэтому этот набор как раз вовремя. Недавно у нас дома произошел инцидент, от которого я была в шоке. Сейчас у нас часто бывает такое, что дома что-то пропадает. В трехкомнатной квартире пропал чехол для ноутбука. Я не знаю, где он, я обрыла просто всю квартиру, но его нет абсолютно нигде, и уже я потеряла надежду, решила заказать себе новый. Стоил он около 18 долларов, но у нас, кстати, такие стоят намного дороже. Там в описании есть сантиметры, обязательно измерьте свой ноутбук и возьмите чуть-чуть побольше. Потому что я свой, как вы видите, еле засунула туда, можно было даже чуть-чуток на пару сантиметров взять побольше, так как внутри там имеется метро. Я просто не обратила внимания, оказывается, у других есть длинная ручка, а именно у этой модели только короткая имеется, к сожалению. Но в любом случае, качество мне очень понравилось, буду с удовольствием пользоваться, еще такой принт прикольный. Ну а ручка здесь только вот эта вот короткая. В основном чехол я использую, когда я еду в деревню. Просто смешная цена, две расчески стоили полдоллара, я решила заказать. И, честно, у меня были большие надежды на эту расческу, я думала, что будет пластик более качественный. Естественно, за эту стоимость просто ждать великолепное качество очень тупо, но в любом случае. И опять на запас бальзамы для губ, я уже заказывала подобный сет, по-моему, вам эту распаковку не снимала. Но мне очень понравилось качество этих бальзамов для губ, они невероятно жирные, очень грубо увлажняют губы. Обычно, если мне нравится какой-то товар, я стараюсь купить много и оставить на запас. Кто давно подписан на меня, в начале моего пути на YouTube, я даже показывала вам, как я купила подводку от Golden Rose. Где-то 7-8 штук, точное количество, не помню. И вот на протяжении 4 лет я уже пользовалась этими подводками, и вот у меня последняя закончилась буквально вчера. И когда я их купила, все в комментариях мне писали, Айка, зачем тебе столько? Так вот, девочки, раз в полгода у меня заканчивалась подводка, и я с удовольствием пользовалась и использовала абсолютно все. Ну а бальзамы для губ просто пушка, я даже задумываюсь, чтобы купить еще один наборчик для себя, для запаса. Еще одно очень выгодное приобретение, это набор лес. И здесь у них сработал Ladies Marketing, а естественно розовые стоят дороже, чем обычные синие, поэтому лучше взять просто синие. Где-то пару месяцев назад я зашла в супермаркет и кинула просто в корзину одноразовую лезвию, просто обычную голубого цвета. И потом на кассе оказалось, что она стоит там около 3 долларов, я думала, блин, что за цена? И мне просто уже стало стыдно говорить, что давайте отмену. Это был чисто мой косяк, я просто не обратила внимания на цену, я думала, что ну одноразовое лезвие будет стоить ну 20 центов, максимум 30, не больше же. А вообще по подобным вещам я не люблю сразу спускаться вниз, супермаркет и так далее. Я люблю, что такие вещи дома были в запасе, и не нужно каждые 5 минут бегать, поэтому этого количества мне хватит, наверное, на год и два. Не очень люблю покупать атрибуты для кухни, по мне лучше купить в мою коллекцию еще одну миниатюрную сумочку или палетку теней. Но да ладно. Пластиковые контейнеры с сито, чтобы мыть фрукты. Стоили они недорого, я, кстати, ждала скидку именно на этот цвет, но качество тоже не вау. То есть здесь пластик не настолько прочный, насколько хотелось бы его видеть, но, возможно, по этой цене окей. И последнее, что я купила, кто не в курсе, я себе заказала швейную машинку, кстати, которую вам пока что не показывала, и я решила кое-что начать шить, потому что я уже очень давно этого хотела, и еще заказала себе вот такие иголки. Это самые обычные ручные, я взяла сета, и скоро начну себе шить платье или что-то, но это, знаете, больше как интересное времяпровождение, не более. То есть в планах стать швеей или каким-то дизайнером одежды у меня абсолютно нет, просто моя давняя хотелка, так скажем, давняя мечта решила исполнить. Естественно, мне очень много всего понравилось в этом заказе, но насколько мне понравилась эта микросумочка, она просто идеальная, и сегодня мы ее возьмем с собой. Погода хорошая, надо погулять, пока лето не закончилось, и давайте наполним эту сумку, посмотрим вообще, сколько всего здесь помещается. Итак, первое, что помещается в этой сумочке, это моя раскладная расческа. Возьмем, пожалуй, один из моих блесков для губ. Я взяла этот от Luxe Visage, заказывала его онлайн, и, если честно, цвет не особо мне нравится, но неплохо переливается. Несмотря на то, что сумочка действительно очень маленькая, все необходимое там помещается. Даже вот такой мини-мини аромат. Еще туда вложила пару своих пластиковых карт, и куча пространства еще осталась. Естественно, моя огромная лопата iPhone 14 Pro Max в нее не помещается, хотя на видео она кажется гораздо больше, чем она есть на самом деле. И я уже потихоньку начинаю собираться, решила делать себе кудряшки, а точнее делаю кудри только на кончике. На другом моем канале одна из подписчиц написала, почему, Айка, ты себе не купишь Dyson, у тебя же есть на это возможность. У меня у подруги есть, я затестила, и я поняла, что это не мое. Точнее, на мой взгляд, Dyson все-таки лучше подойдет для коротких волос, нежели для таких длинных, как у меня. Но еще плюс ко всему этому, признаюсь честно, мне жалко тратить такую большую сумму на фен. Это же просто фен. Я уже как Ванга, я знаю, что вы дальше напишите. Вы напишите, зачем покупать себе столько хлама, лучше купить себе классный стайлер от Dyson и быть такой крутой чувихой. Все дело в желаниях и в приоритетах, я не осуждаю тех людей, которые покупают этот стайлер, им нравится, они пользуются замечательно. Не знаю, возможно, когда-то мне захочется, я пойду куплю, но сейчас такого вот прям желания у меня нет. А вообще, попробовав его, я поняла, что я больше хочу пылесос от Dyson, нежели этот стайлер. Вот на пылесос я считаю, что деньги экономить нельзя, и нужно купить домой хороший пылесос. Недавно лазила в ТикТоке, увидела видео одной девушки, она говорила о том, что хозяйка Wildberries очень скромно одевается, у нее нет брендовых сумок и всего остального, и типа это просто маркетинговый ход. Типа, если она будет одета от кутюр, ее маркетплейс не будет функционировать. Ну серьезно, что за бред? Почему некоторые люди так и пытаются навязать нам свои стандарты? На мой взгляд, хозяйке Wildberries вообще не нужно нам с вами что-то доказывать. Ей не нужен ни стилист, ни визажист, я считаю, что она прекрасно выглядит для своего возраста. А многие люди, не имея даже средств, пытаются казаться тем, кем они не являются. Это, знаете, под мукбанком, где я рассказываю о том, что я купила вторую квартиру, одна из моих подписчиц пишет о том, что я не похожа на человека, который может себе позволить покупку квартиры. Ну типа я не похожа на миллионершу, которая может себе это позволить. А может быть я могу себе это позволить как раз таки потому, что я не позволяю себе то, что позволяете вы. То есть просто в чем-то я экономлю. Ну и зарабатываю, естественно. Ну дай бог, квартира достроится, я вам обязательно ее покажу. Мы с вами вместе будем делать с ней ремонт, и я надеюсь, что у вас больше вопросов возникать не будет. И это не потому, что я хочу кому-то что-то доказать. Я просто не хочу выглядеть вружкой какой-то, которая сидит, придумывает какие-то вещи. В общем, я надеюсь, что до этих пор вы будете вместе со мной и обязательно подписаны на мой канал. Ну а мы с вами общими силами с перческой уже справились. Теперь выберем что-то одеть. И одеть я хочу что-то, что давно уже лежит у меня в шкафу, и я ни разу не надевала. По-моему, последний мой заказ в Шейн. Кстати, я очень давно не заказывала оттуда, уже перешла на тему, я просто подсела. В общем, я покупала такой топик, но он не с открытым животиком и наполовину, то есть на одно плечо. И надену, пожалуй, свои любимые шорты от Trendyol Milla. Их я заказывала на Trendyol, и ссылочку на них я могу вам оставить, потому что сейчас они на скидке стоят всего 17 монат, супербюджетно. Обычно я всегда в видео говорю, что оставлю ссылку, а потом забываю. Если я забуду, обязательно пишите в комментариях. И вот так вот у меня получилась сумочка, как вы видите, очень маленькая, прям микросумочка, но в то же самое время смотрится очень стильно. В качестве аромата сегодня я буду использовать Moschino Fani, который я покупала в Грузии в Duty Free. Очень классный аромат, мне безумно просто нравится. Вот этот новый термос, который я заказала на тему, уже решила попробовать, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями. Очень понравилось качество, хорошо держит горячую воду. Я себе налила чаек зимой, мне кажется, просто необходимая штука в каждой машине. Причем, знаете, размер такой оптимальный как раз, ни большой, ни маленький. Вот самое то. А еще у нас во дворе появилась точно-точно такая же машина, как у меня, такого же цвета, с такими же дисками и точно-точно такого же года. Причем ее тоже вводит девушка. Есть только одно отличие, у нее прям чистенькая, а моя прям грязная. В тот день я снимала мукбанг, который уже вышел на моем канале, поэтому я была не сильно голодная, точнее вообще не голодная, просто решили сесть к детству. Это вообще один из моих самых любимых десертов, я его просто обожаю. С десертом, который я заказала, сразу идет две чашечки чая, мне такой подход очень нравится, то есть вы покупаете десерт и бесплатно вам дают чаечек, как же это круто, как же это классно. И я сразу сказала, что принесите мне сразу две чашечки чая. А это, кстати, десерт, который я выбрала, кстати, надо было выбрать Сан-Себастьян, потому что он как-то, ну, не особо вкусный, если честно. Ну, есть можно, в принципе, но он достаточно сладкий, я подобно приторно-сладкие вещи не очень люблю, он с малиной, кстати, идет. Все мы взяли Клаб Сан-Себастьян, но я немножечко совсем помогла, потому что я была не сильно голодная. К сожалению, возможности и времени снимать влоги и для азербайджанского, и для этого канала нет, поэтому я решила хотя бы некоторые влоги просто переводить и публиковать сюда тоже. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Естественно, я понимаю, что при таком раскладе сильно много просмотров эти влоги набирать не буду. Но я решила все равно переозвучивать, потому что люди с этого канала переходят на азербайджанский, там в комментариях пишут, что, айка, давай субтитры, ну, пожалуйста, давай субтитры. Потом я подумала, что, в принципе, так как я снимаю на телефон, я могу отзвучить еще и на русском и публиковать сюда, поэтому пишите обязательно ваше мнение в комментариях, стоит ли это делать или нет. Ну и после того, как мы плотно покушали, решили прогуляться в парке, погода была хорошая, лето уже заканчивается, скорее бы оно закончилось, потому что, если честно, я очень устала уже от лета, от этой жары, мне уже хочется зиму, чтобы похолодало, вот прям надоело, честно. В этом парке, несмотря на темноту, я встретила свою подписчицу, в последнее время это происходит очень часто, и мне безумно, кстати, приятно. Этот парк очень красивый, на самом деле, очень много людей приходят сюда на пикник, уже лето заканчивается, мы так и не пришли сюда на пикник. Опять демонстрирую вам свою сумочку, потому что я просто безумно от нее, мне она очень нравится. А еще, кстати, за все лето я ни разу не была на море, хотя у нас прям здесь рядышком море, порой, знаете, когда у тебя в шаговой доступности какие-то вещи, они меняют свою ценность, то есть они становятся не настолько ценные. А тут я уже дома, несмотря на то, что на улице лето, жара и все дела, я вообще обожаю чай, я его пью и зимой, и летом, и в жару, и в 40-40 градусную жару, и с собой таскаю, и в чай, и все дела. И, в общем, в заведении, когда я кушала десерт, я хотела еще заказать себе чашечку чая, но, к сожалению, у официанта очень много было заказов, и, в общем, я не смогла заказать, поэтому решила, как только приду домой, заварю себе классный чай. И тут я увидела, что плита грязная, решила ее помыть, и заодно еще и снять продолжение влога. Купили новое чистящее средство, это не коммит, а какой-то фейковый коммит, так скажем, он такой классный, так классно отмывает, просто пушка. На протяжении просто всей моей жизни я всегда видела, что мама покупает коммит, а так получилось, что в магазине я его не нашла, поэтому купила какой-то альтернативный, дешевый, но он вообще очень классный. Кстати, у меня уже есть мукбанг с курицей гриль, я вот не знаю, наверное, завтра вам его опубликую, сегодня постараюсь его смонтировать, хочу, в общем, много мукбангов для вас снимать, потому что у меня в последнее время и вдохновение есть, и желание, почему бы нет. Просто у меня есть такой косяк, за который вечно меня мама ругает, мама говорит, то у тебя, не знаю, два видео в день, то ты слишком активная, то потом пропадаешь. Вот это вот неправильно, я с этим согласна. Но как только у меня видео готово, я не могу, я сразу хочу его выложить, хотя, конечно же, лучше иметь какую-то периодичность. В последнее время очень люблю чай пить именно с фруктами, эти фрукты мы привезли из деревни, их нам принесли как гостинцы, так скажем, соседи, у которых на деревьях растут эти фрукты. Вообще в деревне соседи у нас просто супер дружные. А этот Виксик очень недовольный, что его привезли в город, ему так нравится в деревне, я его никак поймать не могла, когда мы уже уезжали, он ни по какую не хотел залазить в сумку и возвращаться обратно, представляете? Я ему говорю, сын, а ты городской парниша, что ты потерял в деревне, он говорит. В городе скукота, что там делать? В общем, на этом все, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить лайки, подписываться, пишите что-то в комментариях, что угодно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok